Что делать, если пришло долгожданное вдохновение и хочется поработать за ноутбуком, но вокруг толпой бегают домочадцы, плачет и ребенок, а собака требует поиграть с ней в мяч? Выход есть. Коворкинг – это пространство, где любой желающий может найти для себя временное рабочее место. Такая услуга появилась в одной из игровых детских комнат Бреста. Коворкинг – это уникальная возможность для мам не расставаться со своими детьми. Идея довольно проста. Пока ваш малыш находится здесь, в игровой комнате, вы можете смело, с пользой потратить свободное время. Например, поработать. Вот такая двойная выгода. Автором такой интересной идеи стала директор детского клуба Виктория Щеновская. Девушка несколько лет назад сама столкнулась с аналогичной проблемой молодых мам – как успеть и поработать, и посмотреть за ребенком. Как ни странно, выход из этой проблемы она нашла довольно быстро. Виктория воспользовалась услугой коворкинга в Минске и подумала, почему бы не сделать что-то подобное в родном городе. И тут вся идея сложилась. То есть, был мой опыт уже использования коворкинга, была мысль, и мы посмотрели на свое помещение. Оно у нас организовано таким образом, что у нас есть игровая зона, в которой дети могут провести время, скажем так, рабочее место для детей, и в то же время есть гостевая комната, в которой есть все условия для того, чтобы человек мог, мама, папа, бабушка, дедушка могли, скажем так, изолированно сесть и поработать. Кстати, для работы здесь есть все необходимое техническое оснащение – проектор, Wi-Fi, розетки для подключения гаджетов и само рабочее место. Если по специфике вашей работы намечаются переговоры, то и такую услугу здесь также помогут оказать. А пока вы заняты, дети будут отдыхать. Под присмотром администраторов, конечно. Разместив пост в Инстаграме, мы увидели, что отклик очень большой был от мам в возраст годик плюс, скажем, один плюс. И на данный момент мы, опять же, прорабатываем, учитывая свой тестовый период, эту всю идею и момент организации пространства, и, в частности, работы с детьми, мы предполагаем, что это может быть услуга как няни, либо какого-то у нас в первые половины дня работает садик. Это может быть в рамках садика, возможно, даже взаимодействие. И мы будем смотреть, мы будем думать, что с этим делать. В том числе есть запросы даже в плане индивидуальной няни, то есть мамы готовы за дополнительную плату уже оплатить услугу индивидуальной няни, которая будет в рамках зефира, в рамках игровой зоны заниматься ребенком, и мама сможет спокойно поработать. Многие брещанки уже успели оценить новую услугу каворкинга и, признаются, это настоящий подарок как для родителей, так и для детей. Для нас это было сначала незнакомо, а потом, когда мы действительно попробовали, мы уже несколько раз воспользовались услугой. Ребенка, если мне надо, я вижу, пришла, посмотрела, что делает. Ну, все равно, как бы, уже девочек знаешь, доверяешь им. Но, тем не менее, потому что под разным настроением может быть ребенок. Вот. И в то же самое время отдельное помещение. Сел, занялся, поработал, что тебе надо сделать. Не всегда мы дома можем этим заняться. Услуга, я считаю, что такая очень нужна. Все классно, все супер. Мама работает, ребенок отдыхает, играется под присмотром. Мама ребенка видит. Просто замечательно. Пока услуга каворкинга находится в тестовом режиме, возможно, будут внесены изменения с учетом предложений молодых родителей. Но одно точно останется неизменным – желание молодых мам совместить работу и досуг своего ребенка.